В гардеробе Татьяны Амельяновой десятки образов. Это тот самый случай, когда женщине подходят все вещи, ведь она пошила их сама. У дизайнера есть даже платье, летучая мышь и свитер с оленями, которые мастерица в буквальном смысле слова связала в прошлом веке. С нитками, спицами и крючком Татьяна не расстается с самого детства, а тренды, говорит, возвращаются. Первое изделие, которое у меня было, это кошелечек, который я связала в детском саду, темно-синего цвета, такой грубой фактуры. И мама мне помогла вставить туда, помню, металлический замочек. Сегодня Татьяна в свободное от основной работы время вяжет удивительные вещи – кардиганы, блузки, юбки-платья и джемперы. Большинство эксклюзив, которые не встретишь у прохожей на улице, выполнено в технике брюкского и ирландского кружева. В зависимости от сезона мастерица предпочитает работать с оленом, хлопком и шерстью. Материал должен быть обязательно хорошего качества, и тогда изделие носится хорошо. Ну и вот если мы видим, да, то есть натуральная пряжа, она требует натурального камня. То есть это бирюзу и расшито. Ну, женщинам нравится эта модель, они с удовольствием покупают. Большинство хендмейда в пастельных тонах. Чтобы связать, например, утонченную блузку, у Татьяны уходит ни много ни мало месяц. Все зависит от специфики материала и сложности рисунка. Потому кружевная обновка любительницам уникальных вещей обойдется в копеечку. Кстати, сейчас рукодельница планирует заняться валянием или, как сейчас модно говорить, фелтингом. Понятие валяния – это раньше были только валенки. Сейчас это тончайшие изделия на тончайшем шелке. Любую толщину шерсти можно вывалить от тончайшей блузочки до толстого зимнего пальто. Уже в конце недели свое творчество Татьяна Амельянова представит новинки дружбы. Жители и гости Бобруйска смогут приобрести не только неординарные платья-трансформеры и блузы, расшитые натуральными камнями, но и необычные вязаные вещи для домашнего интерьера. Кстати, на фестивале народного творчества горожанка начала участвовать после того, как пополнила ряды Союза мастеров.